Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа Люберцы Борис Борисович Новиков. Здравствуйте, Борис Борисович. Здравствуйте. Ну, сейчас глобальный вопрос. Во второй части мы поговорим, чем живет наша молодежь. Все-таки вы за нее несете такую определенную моральную ответственность. Ну и мы понимаем, что Люберцы – это город молодежи, это и город спорта, и город каких-то событий, и просто город, где люди учатся. Или, например, учатся в Москве, но живут здесь и хотят чувствовать себя не просто жителями, которые приезжают в спальные, скажем так, районы, а хотят наслаждаться вот своей такой жизнью. Тем более, когда молод, когда же не наслаждаться, когда в это время. Но начнем мы с серьезных все-таки вещей. Прежде всего, это семьи мобилизованных. Ситуация понятная. Я так понимаю, что вы активно включились в эту работу. Вот расскажите нам, что сейчас происходит, как выстроен этот процесс. Ну, непосредственно, когда происходила мобилизация, то молодежь, волонтеры, они оказывали помощь нашим Люберецком военном комиссариате. Это и помощь в оформлении документов, навигация по военкомату, то есть встреча семей, мобилизов, родственников, угощение чаем горячим. Вот. Ну, вся их там пряники с долгом. Вот это, то есть ребята откликнулись и активно помогали в этой теме. Естественно, прошла мобилизация. Тема не осталась у нас закрытой. Наоборот, был открыт Центр помощи семьи мобилизованных граждан у нас в городском округе Люберцы. На базе Дома офицеров он у нас такой главный, основной. Ну, символично, что на базе Культурный центр Дома офицеров в гарнизоне. Тут же, значит, у нас заработала горячая линия по обращениям в семьи мобилизованных. Основная у нас тема, это, конечно, оказать им различные социальные услуги. Услуги здравоохранения, услуги, допустим, в устройстве там в образовательные учреждения. В детский сад, в школу. В секции, в какие-то кружки по спортивным направлениям, юридическую помощь оказать, бытовую. А вы какие-то списки составляете или как-то люди к вам будут обратиться? Конечно. Люди обращаются. Добрый день, я мать мобилизованного или жена мобилизованного такого-то. Вот будьте добры, расскажите, проблема такая-то, какую помощь я могу рассчитывать, какую помощь вы можете оказать. Естественно, у нас дежурный оператор на, допустим, телефоне горячей линии, если человек лично не пришел в какую-то организацию или в центр, а он позвонил на эту горячую линию. Если мы можем дать консультацию на месте, сразу, допустим, по вопросам выплат, консультативную помощь. Такой быстрый ряд. Быстрый, да, что-то такое. Если вопрос как-то идет глубже, то, естественно, мы берем все данные обратившегося и соединяем с профильными службами. То есть это там, если образование, система образования, социальная защита, культура, здравоохранение. То есть если юридически, соответственно, правовые службы наши. Поэтому разные вопросы бывают, совершенно разнообразные. Иногда люди просто хотят побеседовать, не просто помогите, просто поговорить как что-то. По-человечески. Доброе слово. Возможно, да, не хватает, может, общения. Кто-то там проживала одна, жена там, муж мобилизовался. Ну да, тут у человека как бы меняется мир, меняется все вокруг. И тут надо психологически настроиться, и помочь, и просто чисто по-человечески. Очень разное, да. Разное обращение, и там продуктовая помощь кому-то. Там, допустим, детское питание есть, там ребенок маленький есть. Там, если... Мне нравится, что у нас как бы и весь округ к работе вот этого центра присоединился. То есть у нас... Отзывчивость такая. Да, и центр работает и в учреждениях культуры, это в нашем центральном дворце культуры, и в библиотеке Бригантина. Там уже наши депутаты подключились, и в Совете депутатов Томилина у нас также там. То есть у нас активно система образования подключилась к этой работе у нас во всех школах, в детских садах также. Собиралась гуманитарная помощь, и потом доставлялась к нам в центр. Ну, я так понимаю, что вы как бы вот на острие этого процесса, и мы все-таки помним, что речь идет о работе с молодежью, и насколько молодежь помогает, потому что у нас все-таки благодаря, в кавычках, как говорится, не было бы счастья да несчастья, помогло. Речь идет о пандемии. Все-таки много раз мы здесь говорили с разными людьми на тему волонтеров, то есть у нас появился такой целый отряд направления людей, и не только молодых, но, наверное, прежде всего молодых, которые могут посвятить час своего времени, а может быть и больше, на тот или иной поступок, скажем так. Вот насколько молодежь участвует в этом процессе? Молодежь активно участвует, они понимают значимость всех вот этих ситуаций, волонтерской, добровольческой помощи в данном аспекте. Нет такого, что приходит, надо помочь отгрузить. Мы готовы, вперед, поможем, загрузим машину, надо туда-то сходить, отнести продуктовый набор. Все, конечно, мы с удовольствием, понимание есть, нет, отзывчивое, спокойное такое душевное отношение, даже где-то с сопереживанием. То есть здесь у нас, естественно, закручены разные слои молодежи, и общественной организации, и числа студентов, и школьники, и все у нас разные, разные, разные. Плюс даже нам помогают наши старшие поколения, как мы говорим, серебряные волонтеры. Вечно молодые, да. Да, которые пекут пироги, несут их, коинкомату раздают ребятам в дорогу, несколько дней приходили там. Сейчас вяжут носки, шарфы, приносят, отправьте нашим ребятам. А вот хорошо, важный момент, то есть люди несут, это все нужно отправить. Какая-то централизованная система, вы куда-то это отправляете, нужен же транспорт, нужны, опять же, грузчики, хорошо, ребята там соглашаются. Как вот это работает? Это же надо все, эту выстроить логистику. Ну, да, я скажу, что нам, значит, у нас есть вообще, нам помогают очень много и предпринимателей нашего городского округа Люберцы, плюс наши муниципальные службы, там, дорожные, ОКБ, комбинат благоустройства, тут в плане транспорта, также они людьми загрузить тоже помогают. Как бы здесь взаимодействие налажено, то есть у нас есть пункт общей сбора в Московской области, это у нас наши подмосковные Балашихи, туда основной. Он основной распределяется туда, непосредственно нашим военным отправляется. А есть у нас такие моменты, что мы знаем, где сейчас наши люберецкие мобилизованные добровольцы находятся, и мы точечно с ними на связи, жены их с ними на связи, и мы точечно отправляем туда помощь и то, что им там необходимо на месте. А вы от них получаете какую-то обратную связь? Да, 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 мы знаем, что нужно, ребята, нам то-то, 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 и мы по мере возможности вопрос этот решаем. Тоже нам помогли предприниматели, мы направили 4 квадрокоптера. Два будут они такие серьезные, большие, и два для обучения, такие обучающие, такие достаточно хорошие системы. Да вот один из примеров, там, допустим, позвонили, нам нужно было отправить термобелье, носки, перчатки хорошие. Качественные. Магазин обои, вот тут, откликнулся нам, и они приобрели комплект, то есть мы ребятам отправили. Ну, стараемся всем, чем можно, ну, понятно, что это не пулемет, а не автоматами. Да, это немножко не ваше. А уж там первая вот такая вот необходимость, тем более холода наступает. Вот здесь это очень важно, и поэтому вот этот пункт основной, областной, и вот эта точечная работа, наши ребята сейчас, они там в нескольких точках раскинуты, в том числе и в Республике Беларусь. Да, я так понимаю, что работа будет продолжаться, да, и, скажем так, контакт есть, и уже выстроена логистика. Да, конечно, конечно. То есть нет такого, знаете, мы помним, опять же, когда мобилизация начиналась, да, и президент выступал по этому поводу, что были, людей не хватало, было непонимание, то есть какие-то были иногда и неправомерные действия, то сейчас мы можем уже констатировать, что как-то более-менее, да, вошли в этот процесс, и за ним идёт наблюдение. Следующий такой вопрос. Насколько сегодня, ну, понятно, что это главная тема, но, наверное, есть у вас и другие вопросы, которыми вы сейчас занимаетесь, вот, в финале уже этого уходящего 2000, такого сложного 22-го года. Да, много есть вопросов, да, и работа есть, и всего. Вот мы во второй части поговорим о студенчестве, а вот первое всё-таки хотелось бы, давайте так, вот на некоторое время отвлечёмся от мобилизационных тем, кто сегодня вот этот молодой человек, вот кто сегодня та самая молодёжь, да, это люди, которые интересуются жизнью округа, это люди, которые, ну, не знаю так, пользуются возможностями округа, или это люди, которые просто приезжают сюда, например, ну, если студент или работает человек в Москве, приезжает, просто ночует, ему, в принципе, неважно. Главное, чтобы вода была и тепло. Ну, молодой человек, молодой люберчанин, он, это, наверное, сейчас в нынешних реалиях это такой, я считаю, что стремящийся к чему-то человек, ищущий человек, человек, пытающийся научиться у старших товарищей, особенно у старших товарищей, которые что-то достигли в любой социально-экономической, политической жизни, то есть ребят совершенно с удовольствием общаются на разных встречах, там, и диалоги на равных, и, там, гость в студии, у нас там есть такие... А, да-да, да, дискуссии идут. Дискуссии идут, да, там, встречи, там, с руководством городского округа любят, депутатский корпус, они, видно, что задают, ищут, смотрят, они хотят, они стремятся, видно, что интересуются они и своей карьерным, карьерным, прежде всего, ростом, да, потому что все время на встречах, он говорит, ребята, вы, главное, учитесь, учитесь и получайте знания, и такие по дисциплинам, и жизненные знания, и активно включаетесь в социальную жизнь, там, и в мероприятия, в окружающие, то есть, и в тоже волонтерство, то есть, и в патриотические мероприятия, потому что в культурную жизнь, спортивную, вам все это пригодится в будущем, особенно, когда ты вот школу заканчиваешь, допустим, да, у тебя другой, там, новый порог, а ты понимаешь, о, школа мне там сложилась, студенчество, раз. Да, да, потом надо уже о работе думать. И да, да, ну, видно, что ребята, целью, понятно, что сейчас соцсети, интернет, немножко, да, другая, технологичная молодежь. Технологичная, да, и, но, и не только в этом, потому что мы видим по, допустим, те же самые экологические акции, субботники, участвуют, ребята приходят, там, участвуют. А кого больше, кстати, мальчиков или девочек, кто более активен сейчас? Есть вот такой вот гендерный средств даже сделает. Я вот не скажу, мне кажется, это как-то, на одно мероприятие вот такое количество, там, больше девочек придет, на другое, там, больше мальчиков. Потому что, конечно, все зависит от тематики. Самый такой вот активный возраст? Возраст от и до? Самый такой активный, где-то вот 16-25, вот так вот. Десяточка вот этого, да? Вот это есть, да, да, ну, понятно, 14 там, и далее, да, их еще не на все, там, пригласишься на мероприятие, есть ограничения. А в 16 уже, да, другая. Да, они уже, да, и 18, понятно, все они, и мы видим, что вот те, кто у нас участвовал во всех этих, там, процессах, деятельности, там, молодежного парламента, наших, молодой гвардии, Российского союза, молодежи наших, молодежного клуба, патриотических объединений, мы видим, что ребята растут, растут, и здесь уже так же смотришь по соцсетям, что процесс идет, не зря мы с ними общались и работали. Вот во второй части поговорим о том, какая молодежь еще живет здесь, потому что у нас есть учебное заведение, сейчас сделаем небольшую паузу, напомню, что у нас в гостях Борис Борисович Новиков, начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа Люберца. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко, а в гостях у нас начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа Люберца Борис Борисович Новиков, который знает, ну, по крайней мере, в курсе всех тех молодежных проблем, проблемы это не всегда плохо, всегда имеется решение, которые существуют в городском округе Люберца, и давайте вот мы поговорим, все-таки у нас, можно сказать, студенческий еще такой регион, что у нас за учебные заведения на сегодняшний день, и какой возраст там тоже? Я думаю, что нам повезло, потому что городской округ Люберца, он широко представлен учреждениями высшего и среднего профессионального образования, это наши техникумы, колледжи, академии, институты, вот, и, допустим, если мы начнем с нашего старейшего техникума имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина, нашего первого космонавта, который начинал свою учебную деятельность, то, наверное, очень хочу сказать, что техникум взял какой-то вот новый рывок за последние, наверное, лет 15, потому что было проведено реорганизацию, у нас было три разных, они стали одним, вот, но появились новые современные лаборатории, так, у них, у них появилось новое современное оборудование учебное, у них... Подходы немножко изменились, да? Подходы, и ребята, что самое интересное, им интересно учиться, и они востребованы, особенно вот обслуживание авиационной техники и летательных аппаратов, они работают также с квадрокоптерами. Понятно, по хлеба, хлебопекарня открыли, даже у них направление тоже популярно, естественно, у них и другие, и пожарная безопасность, очень тоже востребовано направление. Да, по обслуживанию, да, людей? Очень, и по поварское дело, то есть это, ну, их традиционное обслуживание автомобильного транспорта, и ребята, вот наши зовут там «Звезда», вот вертолётные наши предприятия, они также нуждаются в специалистах. Ну да, то есть фактически специалисты готовятся здесь, не отходя. Техникум, да, потому что чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Russia, он и у нас есть, и в международной престижной фестивале. Наши ребята, вот именно из гагаринского техникума, у нас занимают такие лидирующие позиции, всегда золотые, бронзовые, серебряные медали мы привозим. А вот техникум кто поступает? Это жители Любереца или всё-таки он собирает из разных регионов? Он собирает из разных регионов, но в основном из ближайших муниципалитетов, Москва, муниципалитет, да, может в Москве их свои, но с Москвы тоже есть, кто сюда едет, потому что, ну, понятно, конкурсная система аттестатов, отбор идёт. Конечно, основная масса – это наши люберецкие ребята, но из соседних муниципалитетов тоже поступают, так как все знают, что он, техникум Гагарина, входит в 100 лучших учреждений среднего в России, на российском уровне. Так что, и также у них ребята активно участвуют в волонтёрском движении, это, о чём мы говорили в первой части программы. Вот, это вот техникум Гагарина, про него тоже можно много-много говорить. Мы даже кино снимали, так что… Да, если мы там уйдём в высшее образование, то у нас Российская таможенная академия, она ведёт… Тоже на слуху. Деятельность у нас на, как бы, основной корпус, у них ещё три филиала раскиданы по России, основной у нас находится, они у нас в федеральном таможенной службе, как бы, ну, подчиняются даже, и как бы, а в основном тоже ребята там уже более и люберецкие, и московские, и с регионов, и из-за рубежа же там же обучаются. Академия на таком достойном уровне представлены. Если посмотреть, у них внутри академии и музеи достаточно интересные, там история Руси одного периода, и музей уже там война и до наших дней, и всё это прослеживается через историю таможенного дела, там очень интересно. А специалисты таможенной академии, они востребованы в этих вопросах. Есть и у конституционный центр, который полностью там повторяет там систему таможни, там, и достаточно работы у них на хорошем уровне связано с творчеством, с развитием там патриотического направления, то есть очень таможенная академия такой он тоже флагман. Устоявшийся флагман, да, 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 но они не стоят на месте, они ищут новые формы, пути развития мы постоянно. И там я тоже так же понимаю, что ребята не только люберецкие, но приезжают специально туда? Да, да, естественно, со всех регионов, у них, понятно, общежития при академии хорошие есть, и они... На общежитии на территории академии прям люберцы, да? Здесь, да, здесь же общежитие на территории академии. Что тоже немаловажно для молодого человека. Также у них волонтерский штаб открыт в академии уже. Свой, да? Да, делалась у них отправка, мы у них забирали, собрали достаточно хороший груз гуманитарной вот этой помощи для наших солдат, поэтому тоже академия замечательная у нас таможенная. Прямо в сердце таможенной академии находится один из старейших техникам экономики и права, который у нас эвакурирует Московская областная райпотребкооперация. Это оно считается как бы вот их частное учреждение образовательное с государственной аккредитацией. Здесь они готовят и для торговли представителей, что немаловажно. Это не просто там продавцы, а учетчики, гладовщики, экономисты, право у них. То есть сейчас техникум, он уже на новый на витке развития у нас, они, там пришел новый руководитель, значит, у него много идей, мы уже с ним встречались, он и теперь у него и автошкола при техниками работает, и студенты открыли студенческий кафетерий и парикмахерскую. Он разрешил своему местному студенческому самоуправлению, показать себя, развиваться и много хороших идей. Я думаю, что мы с вами в ближайшее время в гости тоже к ним придем. Дальше у нас наше такое замечательное учреждение, опять же, высшего профессионального образования. Это Московская государственная академия физической культуры, наше такое старейшее учебное заведение в рамках физической культуры и спорта, которые подготовили плеяду и олимпийских чемпионов, знаменитых тренеров, спортсменов и сам преподавательский состав замечательный в академии. Сейчас они и так у них достаточно сильная спортивная база для студентов, но у них также сейчас у них там большие перемены, у них строится там и ледовая арена огромная, будет развиваться у них все виды спорта. И они вышли с целым проектом по подготовке лыжных трасс в Малаховском парке, сами студенты придумали. И если там побывать у них на мероприятиях, там на высоком уровне их воспитательный отдел готовит. И здесь они также участники наших мероприятий, плюс у них также волонтерский штаб создан. Они очень много работают на спортивных мероприятиях, ну не только участвуют спортсменами, но и волонтерами и международного, межрегионального уровня, там даже выезжая, вылетая в другие наши соседние регионы и страны. Это академия физкультуры тоже, у них и музей замечательный, у них даже музей славы спорта и музей анатомии есть с настоящими, там у них кафедры анатомии. Очень интересный музей, так что можно тоже туда попроситься посетить. Далее мы, конечно же, наш Люберецкий филиал Московского областного медицинского колледжа номер один. Да, это такая особая тоже история. Да, то есть у нас такая студенчество, оно все направлено, очень разное. На все случаи жизни. Выбирай, как говорится, нашим молодым людям, что хотите, выбирайте. Что по душе. Значит, ну здесь можно сказать, что понятно у них и сестринское дело, и фармацевтов они готовят, тоже хорошая база, у них даже есть такая лаборатория, она повторяющая палату медицинскую, со всем оборудованием, то есть полностью как бы есть база. Понятно, оно тоже уже не молодое учреждение, но все традиции у них сохранились, они студенты, это как бы, ну, кадры для здравоохранения системы Московской области, конечно, нашего городского округа Люберца, где они проходят практику. Это и волонтеры-медики, которые, опять же, и в пандемию очень активно помогали. И сейчас по, так сказать, нашему там зоу, плану, по их зову сердца, естественно, у них это развито очень волонтерское движение волонтеров-медиков. Ну, им как бы даже сам Бог, Вилевские медики, они есть в какой-то степени глобальной волонтеры. Да, 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 очень там работа тоже выстроена воспитательная на серьезном уровне. Ребята не только в вазах медицины, но и замечательно поют, танцуют, читают стихи. Это мы увидим на наших фестивалях местных и конкурсах. Ну, и я так понимаю... И один у нас еще. Да, еще, да. Чтобы никого не потеряли, да. Это гуманитарно-социальный институт наш из Красково. Замечательное учреждение. Они в свое время кочевали по городу. Они такие у нас, ну, тоже частники с государственной регистрацией образования. И вот они обрели вот этот свой дом большой института в Нейстром, Красково. Замечательное тоже учреждение у них. И даже при институте есть свой колледж, где можно продолжить образование после девятого класса. И они готовят и специалистов для школ начальных классов, учитель и правовиков, государственное и муниципальное управление. И у них студенческое самоуправление также развито. Они у нас очень много участвовали и в форуме знаменитом «Я гражданин Подмосковья». Выезжали на форумы Таврида. То есть там... Ну, то есть тоже активисты такие. Очень даже приятно, что сами студенты, давайте, где что там есть, мы готовы. Мы готовы, понятно. Это тоже замечательное учреждение, поэтому наша система образования вот этого высшего и среднего профессионального, я считаю, что достойно представлена городском округе Люберца. Ну и в завершение нашей программы, вот какое ближайшее событие, где, возможно, будет пересечение всех наших молодых людей? Ну, мы встретимся, я думаю, на День волонтера. Обязательно с какой-то частью, потому что ребят много. Может, приедем в гости к нашим волонтерским организациям. Это и День Конституции, где мы тоже встретимся в каких-то площадках и, наверное, в этот день проведем нашу акцию. Мы граждане России по вручению паспортов нашим юным гражданам. Да, отберем каких-то наших ребят отличившихся особо, поздравим их. Ну, то есть работы у вас много. И вот в завершение все-таки еще не могу не задать такой вопрос. Насколько вы поддерживаете контакт с родителями этих ребят? Потому что, ну, это же важный такой момент, потому что они все время в деле. Вы как бы какую-то часть даже родительскую на себя уже берете. Ну, у нас понимание есть в этом вопросе. Если, понятно, он студент, там выстроено с педагогами, с руководителями воспитательной работы, школьник, там все понятно. Молодежная общественная организация, там тоже есть контакт. Родители интересуются, что за организация. Но, в принципе, они тут и на слуху все. Поэтому иногда родители сами просят, дают телефон. Пожалуйста, позвоните там моей дочери, сыну. Мы хотим, чтобы вы их приняли, заняли в какую-то организацию. Мы уточняем, как время, что с учебой. То есть, ну, есть такое понимание. Но самое главное, что, мне кажется, они в пределе, занятые, им нравятся. Это хорошо. Вот на этой приятной ноте мы завершаем наш разговор с Борисом Борисовичем Новиковым, начальником управления по работе с молодежью администрации городского округа Люберца, который сделал такой срез. Да, мы теперь понимаем, что у нас происходит. И, конечно же, мы ждем вас в любое время. Приходите, рассказывайте, приводите ребят, которые особо отличились. Ну, и желаем успеха вам и всему вашему коллективу. Потому что работы у молодежи, как всегда, много. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова